Добрый день! Доброе-доброе утро всем, кто находится в западном полушарии, добрый вечер всем тем, кто находится в восточном полушарии, но кто находится в Японии, добрый ночер! И Австралия тоже приветствую вас, я вижу, к нам из Австралии тоже присоединились. Мир вам драгоценный, благодать и слава Божий, дом множится! Сегодня у нас будет потрясающий день, ибо сегодня мы отвечаем на вопросы. Кстати, все, кто смотрит меня через интернет-сайт, самые умные, самые красивые, самые интересные люди, кто догадались, как можно смотреть в хорошем качестве. Если вы присоединились к нашей общине Дом Веры, а чтобы присоединиться, нужно просто набрать домвера.ру и присоединяйтесь, подключайтесь и смотрите наши прямые эфиры через домвера.ру и наслаждайтесь в хорошем качестве через интернет. И вы можете задавать вопросы параллельно, поэтому будем очень рады, очень рады с вами, я буду очень рад с вами пообщаться, очень буду рад с вами вам послужить. И сегодня у нас будет интересный день или вечер, час следующий, я буду отвечать на вопросы, вы будете задавать вопросы, я буду отвечать максимально радикально, просто, без каких-либо доктринальных и теологических излишек в словах. Скажу просто и четко, как вижу, как понимаю, если чего-то не знаю, а я многих вещей не знаю, я скажу, я не знаю, и это все будет очень классно и просто, я скажу, не знаю на те вопросы, на которые не знаю. Ну что ж, давайте начнем с молитвы. Пока у нас идет молитва и восхваление Господа, я попрошу вас пригласить ваших друзей к эфиру, скиньте им ссылку на Дом Веры, и вместе мы будем, мы вместе будем начинать это служение. Пусть Бог благословит вас, давайте помолимся. Отец Небесный, благодарю тебя за время, которое мы проводим вместе, благодарю тебя Господь за то, что ты соединил нас, благодарю тебя за милости твои, я прошу твоего благословения. Благослови Господь каждого человека, кто сейчас смотрит. Благослови Господь каждого человека, кто присоединяется со спутников через интернет-сайт Дом Веры. Благослови Господь всех, кто сейчас будет задавать вопросы и получать ответы. Мы хотим прославить тебя и возвеличить твое имя. Ты святой и славный, ты сильный, ты Бог Израиля и нет других богов. Тебе честь, тебе хвала, тебе Господь одному во веки веков. Мы любим и поклоняемся тебе. Хвала тебе, Господь. Аллилуйя. Да будет имя твое благословлено. Аминь. Аллилуйя. Слава, слава Иисусу Христу. Он достоин чести, славы и благодарения. Превозносим царя царей. Аминь. Еще раз приветствую всех, кто присоединился к нам. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Благодарю Господа за каждого человека из Дома Веры, кто присоединился, кто поддерживает, кто участвует. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, вчера я начинал отвечать на вопросы, и ряд вопросов остались неотвеченные. Просто по порядку. Екатерина Шестакова. Вопрос. Меня Всевышний призвал на служение еврейскому народу. Я постоянно испытываю давление от некоторых верующих, которые говорят, что я законник и в прелести. И что нас, мессианских евреев, за что нас, мессианских евреев, не любят? Почему, и также вопрос у меня, почему во многих христианских церквях мессианским евреям относятся как к законникам? Ну, потому что говорят о законе в основном, и говорят о праздниках, и не говорят о Евангелии. Знаете, я знаю одного мессианского пастора, который больше двух лет ни разу слово Иисус не сказал в своей общине. И Ишуа не сказал ни разу. Он больше как бы вот закон, вот священное писание, Торы изучаем писание, шабаты устраиваем, праздники, еврейские песни поем. И не более того. Поэтому, когда вы перестаете в церквях говорить о Христе, вы перестаете быть христианской общиной. И в этот момент это, наверное, становится уже какая-то народная община или еще что-то. Почему пасторы не любят мессианские общины, пасторы христианских церквей? Потому что они видят угрозу. Сразу же, отвечаю прямо как есть. Как случается? Обычно, когда кто-то приходит и говорит, мы начинаем мессианское движение. И начинают кипочки носить там и все еврейские дела соблюдать. В этот момент люди из церквей, украинцы, русские, казахи, киргизы, вдруг начинают получать откровение, что у них бабушка, наверное, была еврейкой. И они вот так чувствуют, что у них... Я знаю киргизскую общину, мессианскую, которая искренне верит, что они все евреи. Хотя киргизы там, видно до седьмого колена киргизы. Но они искренне верят, что они евреи. И вот как-то вот такая... Есть такая мода филосемитство или филосемизм, или филосионство. То есть, когда люди начинают любить все еврейское, народное. Вот если еврейское, то это значит хорошее, а если не еврейское, значит плохое. И это тоже как антисемитизм и филосемитизм, а два зла просто одно и то же. Поэтому, когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о благодати, о Христе, когда мы говорим об отношениях с Богом, это должно быть на своем месте. Я не против Пурима, я не против всех еврейских дел. Но, когда, если уж мы пошли за Христом, то мы должны быть христианами. Теперь, нужно ли национально... У нас есть казахская община, например, в Алмате. Казахская христианская община. Или они называют миссахши, миссиане. То есть, они искренне веруют в Иисуса Христа, при этом у них все на казахском языке. Казахские тюбетейки, казахские дела, все по-казахски. И это потрясающе. Я не против того, что если будет по-еврейски христианская община, почему бы и нет. Конечно же, когда кто-то начинает прикидываться евреям, это немножечко смотрится не очень. Но, если у вас искренне есть желание достигать евреев, то почему бы и нет. Это нормально, это хорошо. Это нормальное желание. Для всех я стал всех. Для греков я стал. Для греков, для еленом – еленом. Для евреев я стал евреем. Для подзаконных стал подзаконным. Для всех стал я всем, чтобы приобрести некоторые, говорит апостол Павел. Другими словами, это отношения. Но, если кто-то приходит и говорит, давайте мы у вас в церкви проведем еврейский фестиваль. Научим вашу церковь еврейским делам. И потом, когда они приходят в церкви и обучают каким-то еврейским делам, а потом вдруг этот реббе говорит, знаете, вот я уже чувствую, что нам нужно выйти из этой общины, в которой я в гости пришел. И он выходит из этой общины, в которой я в гости пришел, но уже с людьми из этой общины. Вот поэтому вас и боятся. И любой пастор пытается защитить свое стадо, во-первых, от других пасторей, не от дьявола. Пастора больше защищают свое стадо от других пасторей, которые желают попасти их обидчик. И поэтому вот такое напряжение. Если вас говорят только о законе, но не говорят о благодати, то они справедливо могут назвать вас законниками. Закон не отменился, нет, 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 нет. Сейчас не будем спорить. Закон и благодать каждый на своем месте. Это две рельсы одной железной дороги. Но, когда мы говорим о законе и когда мы говорим о благодати, благодать это Христос. С законом никто не может спастись. Поэтому, я понимаю, вы скажете, но мы тоже не спасаемся законом. Я именно из-за того, что вы говорите постоянно, вас называют, наверное, законники. Люблю мессианских евреев, как говорил один поэт, но странной любовью. С одной стороны, мне нравится. Я знаю очень много потрясающих мессианских братьев и сестер, потрясающих людей. И знаю тех, которые разрушили церковь. Они пришли под мессианским пирогом, оттяпали часть церкви и церкви получили удар. Поэтому будьте христианами, мой совет такой, еврейскими христианами. Славьте Господа, схвалите Его и не отделяйтесь. Потому что некоторые мессианские общины уже почти в иудаизм вошли. То есть, я знаю такие прецеденты. Когда доходит до того, что уже чуть ли не иудаизм, когда перегибы случаются очень-очень плохие. Не буду долго задерживать на этом ответе. Екатерина, я вас люблю, благословляю. Я всех мессианских евреев люблю. Даже те, которые и пораскололи церкви. Я всех люблю. Пусть Бог благословит вас. Так, вопросы. Я сейчас просто вчерашние вопросы пытаюсь отбить. Можно я вчерашние вопросы отобью? Так, из Кишинева Евгений вчера задал вопрос. Любая ли власть от Бога? Та власть, которая пришла путем переворота. Она от Бога, о боже. Опять начинается. Давайте так, откроем Библию. Откроем Библию на том месте, где это сказано. Если возможно, римлянам 13 глава с 1 стиха. Прочитаем 1-й, 2-й стих. Даже 3-й. Всякая душа, я надеюсь, вы открыли там у себя или вам видно. Всякая душа, да будет покорна высшим властям. Всякая душа, да будет покорна высшим властям. Ну, кто-то скажет, это про Бога говорится. Нет, нет, нет. Ибо нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждением. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же ты делаешь зло, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно власть от меч, ибо слуга Божий, а отмститель и наказание делающему злою. Итак, и дальше пятый стих. Почему надо повиноваться не только от страха наказания, но и по совести. Для сего и вы подати платите, ибо они Божьи служители, с ним самым постоянно заняты. От каких податих идет речь? О римских. Здесь речь идет о римской власти. Оккупационные враги страны. Окупанты захватили Израиль. Оттяпали себе Израиль. И помните, как Иисусу вопрос, нужно ли подавать, подать кесарю. Вопрос с двойным смыслом. Говорит, да, нужно. Тогда ему говорят, ах ты, ты не за евреев. Говорит, нет, не нужно, ах ты против евреев. То есть подставка такая. Его пытались обхитрить. И он сказал, что изображение кесаря. Вот кесарю отдайте кесарю, а Богу отдайте Божьим. Очень красивый, правильный ответ. Когда мы с вами говорим об этих политических темах, я понимаю, что вы уже запитаны зомбо-тиви, ваше сознание воспалено. И вы уже вот такие все уже определились, кто на чьей стороне. Рыжи, рьяны. Вы все уже знаете, кто прав, кто виноват. Но давайте теперь посмотрим современный перевод этого же места из Библии. Я просто открываю современный перевод. Современный перевод, у меня есть два современных перевода, я поэтому прочитаю. Каждый должен подчиняться высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Те же, что существует, та же, что существует, установлена Богом. Значит, кто выступает против властей, сопротивляется тому, что установлено Богом. Те же, кто поступает так, навлекут на себя наказание. Ведь правители вызывают страх не у того, кто творит добро, а у того, кто творит зло. Если хочешь не бояться властей, то продолжай творить добро и услышь их похвалу. Властитель – слуга Божий, который трудится на твое благо. Если же ты творишь зло, то бойся, ибо в его власти наказать тебя. И он воспользуется этой властью, ибо служит Бога, наказывая творящих зло. Посему надо покоряться не только потому, что ослушание приведет к наказанию, но ради собственной совести. И современный перевод РБО здесь «пусть все подчиняются властям, потому что всякая власть от Бога». Всесуществующая власть от Бога поставлена. И вот, ну и примерно то же самое. Кто противится властью, противится тому, что повелел Бог, и всякий, кто противится, навлекает на себя его суд. Послушайте внимательно. Пришли фашисты, захватили вашу землю. Или пришли французы, захватили ваши земли. Дальше. Следующий вопрос. А как жить дальше? Вроде же они захватили, захватили. Значит, у них было больше силы, чем у старых властей. И пришли новые власти, и захватили. Теперь, что остается делать нам? Писание говорит, твори добро, не делай зло. Есть новая власть, подчиняйся новой власти. Когда кто-то говорит, ну они же пришли вследствие переворота. Постойте. Ну давайте вспомним, что почти все власти пришли вследствие переворота. Вспомните США. Здесь была Англия, королева правила. И что случилось? Они освободились. 4 июля, праздник освобождения. Бунта, можно сказать. Они противились существующей власти. Власти. Что сделали наши коммуняки во главе с вождем мирового пролетариата? Они просто убили царя. Захватили с группой пьяных этих рабочих и моряков. Они захватили Зимний дворец. Мародерствовали, убивали, насиловали. Захватили власть. Теперь новая власть пришла. Власть вследствие переворота. Вот к вашему вопросу. У меня как бы вопрос подвохом. Но власть пришла с переворотом Евгений из Молдовы. Да, советская власть пришла. Теперь что дальше? Нужно подчиняться. Конечно, если тебя приказывают отречься от Бога, не вздумай подчиняться такой власти. Но, когда пришла новая власть, теперь новая власть. Что теперь сделаешь? Пришли фашисты, оккупировали. Пришли итальянцы, оккупировали землю. Новая власть. Твори добро. Учит Иисус Христос. Была старая власть. Поганая, негодная. Произошла революция. Случилась новая власть. Что нам остается делать? Нам не свергать, не ставить царей. Если царь есть, все. Относись к нему как ко власти. И с уважением, почтением. Хороший царь, плохой. Не повезло вам, у вас плохой царь. Им повезло, у них хороший царь. Власть. Власти нужно подчиняться. Власть на то и поставлена. Другими словами, борьба со властью не имеет смысла. Нам не нужно бороться со властью. Пришла новая власть. Объявила, что это новая земля, новая страна. Подчиняйся новой стране, новой земле. Вернется старая власть, если у нее силы хватит. И тогда подчиняйся этой власти. Какая бы власть ни пришла, твое дело молиться, благословлять, чтобы мир был, просить у Бога благословения, уважать, ценить власть. Когда вы приезжаете в чужую страну, вам необходимо уважать власть этой страны. Даже если вы не понимаете и не согласны. Вопрос. Ну, Гитлеру надо подчиняться или нет? Всегда кто не задаст такой вопрос. Гитлеру надо подчиняться. Во-первых, когда Гитлер пришел и захватывал землю, люди продолжали жить на этих землях. Они продолжали сеять пшеницу, продолжали скотину. Они не виноваты, что старая власть не могла удержать. Старая власть не имела достаточно силы, чтобы защитить себя. Видите, в чем проблема? Каждая власть пытается защитить себя. Самые страшные наказания в стране – это предательство власти. И когда приходит новая власть, приходит новый закон. Самое страшное преступление – предательство власти. Приходит новая власть, пришли красные. самое страшное наказание – предательство нашей власти. Все эти властолюбцы требуют, чтобы вы были преданы им. Ответ – делайте добро. Вам не нужно вовлекаться в политическую власть. У меня один друг стал членом одной партии. Потом эта партия оказалась в неуделе. И вот когда вы присоединяетесь к какому-то организации, к какой-то политической системе, я предлагаю вам дистанцироваться от всей этой возни. Иисус сказал, бойтесь закваски фарисейской и бойтесь закваски иродовой. Ирод – это был политик. Царь, политические, бойтесь политической царской закваски. Поэтому моя тема такая. Кто-то кричит, вот, пришла новая власть, и теперь у нас новая власть. Ну, новая власть – подчиняйся новым властям, точка. Конечно, старые власти тебя не полюбят за это. И они будут с тобой бороться. Но попытайся сделать так, чтобы жить нормально. Знаете как, для властей люди – это всего лишь бараны. И они просто их гоняют туда-сюда. Ваша задача – дистанцироваться от них. Потому что если вы будете вовлечены в эти процессы, вы попадете в переплет. И получите пулю. Итак, что случилось, когда развалился Советский Союз? Горбачева лишили власти. Пришли наши президенты, и они сказали – нам нужна. Нам и хотим сами быть царями. И свергли. Ну, что теперь? Теперь что? Был Горбачев. Была страна. Я родился в стране Советов. А теперь раз – и нету страны Советов. Все закончилось. Этот этап перелеснулся. Теперь новая власть. Новая власть выдала новые паспорта. Даже не спросила, а я хочу или нет. Она сказала – так, все, все, все. Прописка, все. Следующий, следующий. Раздала паспорта, и вот теперь я стал гражданином с новым паспортом. И мне сказали – теперь у тебя родина здесь. А, окей, спасибо. Когда мы говорим о власти, дорогие мои, не лезьте в политику. Кто-то сказал – не трогай навоз, вонять не будешь. Следующий вопрос. Вообще много вопросов. Из Лондона, Джанета. Мы открыли новую церковь в Нью-Касселе. It's only a few people there. That's what steps we need to take to get church growth. Хороший вопрос. Для тех, кто не понял. Мы открыли новую церковь в Нью-Касселе. И у нас там всего лишь несколько человек. Какие шаги нам нужно предпринимать, чтобы церковь росла? Давайте так. Все начинается с огненных людей. Если у вас есть огонь по Богу, вы сможете зажечь сердца людей. Если у вас есть всего лишь стратегии, бизнес-план, вы не сможете зажечь сердца людей. Евангелие – это огонь. Горите для Бога. Живите для Бога. Славьте Бога. Поклоняйтесь Богу. Когда у вас горит огонь пробуждения, когда у вас горит огонь славы Божьей, огонь Духа Святого, когда у вас горит, вы сможете зажечь другие сердца. Если же вы не можете зажечь свое сердце, так как вы зажжете других? Сколько спички рядом не ставь, они не загорятся. Но стоит одной загореться, как произойдет пробуждение. Мой совет такой. Если вы будете гореть по-настоящему, тогда вы сможете зажечь сердца людей. Что бы ни крутили. Конечно, можно создать теплое общение, комфортное. Но если вы будете гореть для Бога, жить для Бога, посвященные Богу, если вы будете достигать людей, если внутри вас будет страсть и мотив, тогда, тогда вы сможете двигаться в огне Духа Святого. Поэтому вам нужна страсть, ревность по Богу. Ревность. Если вы будете ревновать, тогда вы будете огненными. А если вы будете огненными, тогда сможете зажечь других. Если же вы не будете ревновать, а не будете огненными, вы не зажжете других людей. Ха-ха, аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Хороший вопрос. Молодцы, что открыли еще одну церковь в Нью-Касселе. Благословляю вас. Я скоро еду в Лондон. Буду вас там. Буду рад с вами встретиться. И также буду в Дерби. Если вы из Англии, из Дерби, то я жду с вами встречи. Хорошо. Следующий вопрос. Как сбежать от прошлого? Отвечаю. Сбежать от прошлого? Я вам советую, посмотрите мою проповедь. Бегун или беглец? Я одел во время проповеди костюм костюм зэка. И я пытался сбежать от пытался сбежать от полицейского. И я показал на примере. Вот есть спортсмен. который бежит к цели. А есть беглец, который убегает от полиции. И вот этот образ такой. Бегун или беглец. Бегун или беглец. они показывают два типа психологии. Они показывают два типа психологии. Одни люди, которые всегда убегают. Другие люди, которые всегда бегут к цели. Если вы все время пытаетесь скрыться от прошлого. Если вы постоянно уходите от прошлого. Обиды, боли, насилия, зла. Если вы скрываетесь от прошлого. Если вы постоянно хотите убежать от прошлого. Вы хотите уйти от прошлого. Если вас преследует прошлое, если вам не нравится прошлое, я понимаю вас, но проблема в том, что вы ни к чему не бегаете, вы всего лишь пытаетесь укрыться. И в этом есть огромная проблема. Если вы всего лишь пытаетесь скрыться, вам не нужно убегать. Не убегайте. Все, что вам нужно сделать, вам нужно бежать к цели. Бегите к цели. Еще раз. Или ты бежишь и постоянно глядываешься и от прошлого убегаешь. Нас не догонят. Или ты говоришь, я стремлюсь к цели. Стремлюсь вперед. Стремлюсь к будущему. Стремлюсь к великому, великому благословению. Или ты идешь к цели, забывая заднее, говорит апостол Павел, простираюсь вперед. Если же вы скрываетесь от прошлого, хотите сбежать от прошлого, это катастрофа. Люди, которые постоянно убегают от прошлого, они ни к чему никогда не придут. Ни к чему никогда не придут. Не пытайтесь убежать от прошлого. Стремитесь к цели. Аминь, аминь, аминь. Вот такое вам ободрение. Не убегайте от прошлого. Стремитесь к цели. Хорошо. Так, еще какие тут у меня вопросы? Ну, я не знаю, вчера вопросы еще были какие-то или нет. Давайте перейдем к современным вопросам, которые сейчас у нас в прямом эфире. Цыганская мага, действует ли на христиан? Ответ нет. Не действует. Так, давайте так, я от последних пойду туда к началу. Кто написал, тот и... Так. Дорогой пастор Максим, у меня личный вопрос. Можно ли встречаться молодым людям без помолвки в церкви? Мы видели фотографии Ильи. Он встречался с девушкой, а потом они расстались. Илья, это мой сын, что ли? Давайте так. Хороший вопрос. Спасибо, Роза. Что вы имеете в виду под словом «встречаться»? Есть встречание... Когда некоторые говорят, мы встречаемся... Я говорю, с кем? С парнем я встречаюсь. Что это? Это встречайтесь в церкви или... Сейчас, знаете, под словом «мы встречаемся» очень много разных значений. Давайте так. Дружить, конечно же, нужно. Я с Ларисой встречался до того, как сделали предложение. Она сделала мне предложение. Мы встречались. Мы встречались в церкви. Мы встречались. Мы с молодежью тусовались. Мы общались. У нас было очень много общения. Но это не было встречи в смысле интима. Когда мне некоторые говорят, можно ли встречаться? Ответ – нет! Вот в этом плане нет, нельзя. Теперь, если в плане познакомиться с девушкой в церкви, познакомиться с парнем, ты хочешь... Ну, конечно, встречайтесь. Но, опять, если вы встретились вдвоем при свечах в квартире, это дядя Максим не разрешает. Нельзя. Теперь вы можете пойти вместе в кафе, пообщаться, но ни в коем случае не оставаться ни при каких условиях. Ни при каких условиях не оставаться... Не оставаться вдвоем наедине, в закрытом помещении, ни при каких условиях. Потому что обязательно может перейти в какое-то что-то плохое. Хранят ли ваши дети себя до брака? Конечно же, ну, я не могу сказать, хранят они или нет, но, по крайней мере, я об этом их учил и учу. И хранить себя для одной единственной, конечно же, так и должно быть. Когда, говорит, мы встречаемся, смысл встречаемся. Встречаться можно только, только, если прикасание идет не дальше рук. Только кистью рук. Привет, привет. Ничего, что внутри... Вы знаете, я нарисовал такой круг, и вот так руки снаружи. Вот все, что снаружи, вы можете прикасаться. Ко всему остальному нельзя прикасаться. Девушка не может прикасаться ни к чему остальному, и парень тоже не может хранить себя в чистоте. Девушки, когда мы говорим с вами, когда мы с вами говорим об отношениях парня и девушки, когда мы говорим с вами об отношениях до брака, отношения сексуальные не могут быть вообще. То есть, однозначно. Должна быть симпатия, уважение. Но когда вы говорите о встрече до брака, то тогда, ну, тогда можно очень просто, очень-очень просто, ну, определить. Вы ни в коем случае, ни при каких условиях не можете, не можете иметь и близость до брака. Это, согласно Писанию, это грех. Это большой грех. Скажем на это, аминь или нет. Мы с Ларисой до брака не, мы встречались с ней, но не встречались. В том плане, в котором современные люди, как я, встречаются с этим парнем. Однозначно. Вот. Поэтому я вас вдохновляю и ободряю жить чистой, непорочной жизнью. Чистой, непорочной жизнью. Ходить, ходить в священном писании, со священным писанием, с откровением. Вот. Дистемплируйте вы себя во время того, когда читаете слово или молитесь. Вначале я читал Библию по графику, по плану. Теперь я не читаю по плану Библию. Вообще, если вы ни разу не прочитали Библию, я советую вам взять план чтения Библии. Их много в интернете. Зайдите, скачайте план чтения Библии и скачайте план чтения Библии. И для себя просмотрите, как для вас лучше будет читать Библию. Возьмите план чтения Библии. Теперь. Если вы уже 20 лет верующий, то я уже Библию изучаю тематически. Другими словами, изучаю по темам. Эту тему беру, эту тему беру, эту тему. Я перешел на другой уровень изучения писания. Я изучаю тематическое. Можно ли верующим играть в азартные игры? Ответ я уже говорил. Вчера, если хотите, посмотрите дальше. Так, следующий вопрос. Так, пытаюсь пролистать, знаете, немножко у меня вид лица. Я просто пролистываю. Все приветствую, приветствую. Очень много комментариев, а вопросов я не вижу. Благодать из Греции, Сарани, Афин. Ой, сколько комментариев. Андрей из Сиднея, приветствую вас. Спасибо, дорогой Максим, за твои проповеди чудесные. Мы тебя любим. Лили и Роза, приветствую вас. Так, я ответил вам уже на вопрос по поводу встречания. Так, иду вниз, внизу вопросов нет, иду наверх. Пытаюсь найти, пытаюсь, пытаюсь, сейчас я заблони, этот человек, который там говорит гадости, заблокирую его сейчас. Дорогие мои, если у вас есть вопросы, если у вас есть вопросы, я с удовольствием прямо сейчас отвечу вам на ваши вопросы, и с удовольствием буду молиться вместе с вами. Если у вас есть вопросы, я пытаюсь, Дух Святой сходил на Господа. Вот, Андрей из Австралии спрашивает, Дух Святой сходил на Господа во время крещения. Вы знаете, интересная вещь. Когда Иисус после крещения, ведомый духом, пошел в пустыню, написано, он вернулся из пустыни, исполненный духом. Все, что сделал Иисус, нужно ли было Иисусу Христу креститься? Технически? Нет. Был ли он грешником? Нет. Иоанн Креститель сказал, я не буду тебя крестить, я не достоин тебе даже развязать ремень обуви, шнурки там. И Иисус говорит, так надо сделать, нужно совершать всякую правду. Вопрос, был ли Иисус грешен и нужно ли ему было покаяние во грехах? Ответ, нет. Почему же он это сделал? Он показал, как это должно происходить с нами. Все, что сделал Иисус Христос, он пришел на землю не как Божий Сын, а как Человек. И постоянно говорил, Сын Человеческий, надлежит Сыну Человеческому. Иисус Христос на земле все сделал, как Человек. Что хотел дьявол? Чтобы искупить человека, вот сейчас послушайте, должен быть замещен человеком. Когда и дьявол искушал Иисуса в пустыне, он сказал ему, если ты Сын Божий. Он хорошо знал, что он Божий Сын, но Иисус Христос на земле не действовал и не ходил во власти Божьего Сына. Он ходил во власти Сына Человеческого, второй Адам. Если бы он пришел и сказал, я Господь, я Бог здесь, тогда бы он не мог искупить. Но он пришел как Адам, прошел весь путь, и его путь это пример для нас. Ему нужно было, он имел человеческое тело, как мы, ему нужно было, а, родиться, б, разворострать, расти, учиться. И когда он вышел в служение, когда он начал служение, что случилось в этот момент? Бог с ним был, да, с ним, но когда произошло крещение, сверху голос сказал, сей Сын мой возлюбленный. И когда сошел Дух Святой для того, чтобы Он оказался исполненным. Вы понимаете, что когда мы говорим о божественности Христа, мы, конечно же, понимаем, что Он и есть Отец и Сын, и Дух Святой. И когда в нем полнота божества явилась, мы открываем для себя тайну. Теперь, если бы этого не произошло, то сегодня бы большинство людей сказали, а нам не нужен Дух Святой. Нам не нужен Дух Святой. И отказались бы от Духа Святого, и отказались бы от водного крещения. Но так как Иисус прошел и то, и другое, и третье, Он все прошел. Мы идем теми же путями. Он может помочь нам, искушаемым, потому что был искушен Сам. Поэтому нам нужен Дух Святой. Нужно ли было Иисусу крещением? Нет. Но Иисус как человек пришел, и Ему нужно было водное крещение. Нужно ли было крещение Духом Святым? Конечно же нужно. Потому что Он был как человек. Он человеком стал. Он все время говорит, Я Сын Человеческий. Вот. Поэтому, поэтому, согласитесь и примите. Так, идем дальше. Вопросы, 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 вопросы. Люди миры друг другу посылать. Я не успеваю. Максим, как вы относитесь к организации Сидители Иеговы? Мне их искренне жаль. Насколько я понимаю, это орианцы. Они не признают Христа, божественность Христа. Но я их благословляю. Они зомбированы. Мне очень их жаль. Но Бог любит всех. Следующий вопрос. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я пытаюсь увидеть. Здесь всех с каким-то Дмитрием общаются. Я поэтому не... Вопросы. Максим. Например, рожденный свыше христианин согрешил. Он должен каяться перед Господом? Или благодарить Господа и поведать, что он уже прощен, очищен от всякого греха? О, Боже, как вы закрутили, Дмитрий. Если согрешил, кайся. Как угодно. Кайся. И вообще советую двойное сделать. Знаете, когда происходит водное крещение, многие люди во время водного крещения, дорогоценные, я еще раз напомню, что это прямой эфир, и у нас последние несколько минут остается прямого эфира. Вы знаете, когда во время водного крещения есть люди, которые говорят, что нужно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, есть люди, которые говорят, надо крестить во имя Иисуса Христа. И вот эти две группы спорят друг с другом. Почему? Потому что апостолы крестили во имя Иисуса, а Иисус сказал, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Те, которые говорят, если нужно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, какое имя у Отца, какое имя у Сына, какое имя у Духа Святого? И вот здесь начинается дилемма. Эти говорят, мы крестим во имя Иисуса, ибо Он есть и Отец и Сын и Духа Святого. Эти говорят, нет, мы крестим во имя Отца, хотя у Отца есть много имен разных. И вот здесь начинается дилемма, как крестить? И знаете, я видел чудаков, которые перекрещивают людей, которые были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они говорят, ты неправильно был крещен, мы тебя крестим снова во имя Иисуса Христа. Ты правильно, неправильно был крещен. Такая полная чушь, реально полная чушь, когда у людей в голове каша. У людей в голове каша, и они не совсем понимают, а что надо. Когда человек приходит каяться, ему все равно, он к Боженьке приходит. И я, когда крещу, я говорю, я крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа, во имя Иисуса Христа, во имя Адонай, во имя Бога Яхве, во имя всех его имен я к тебе крещу. Тебе нужен Господь. И у Бога есть много разных имен, и я крещу во имя всех имен. Когда мне говорят, а как нужно каяться? Вот каяться, нужно признать свой грех и перед Господом, или благодарить. Покайся! И так, и сяк, и кряк. Всеми методами кайся. Не нужно сейчас. Знаете, один преподаватель Библии сказал, если ты попросил однажды поверить, теперь благодари. И вот я знаю бедного человека, который три года благодарит Бога, но не получает. Я говорю, а что не просишь? Он говорит, если я попрошу, значит, я тогда в неверии просил. Я говорю, в неверии просите и получите. Чего ты сидишь, благодаришь только? Ну я же попросил однажды. Я говорю, да просил, не просил. Попроси еще раз. Он говорит, серьезно? А я думал, что это нельзя. И вот когда наслушается Хейгена, или там один раз попросил, потом благодари. Да проси ты хоть каждый день. Просите и получите. Не просите, не получаете. Вопрос, дорогие мои. Знаете, когда вы слышите, у меня остаются последние минуты. Я хочу сказать вам. Будьте с Богом в нормальных отношениях. Строите с Богом нормальные отношения. Молитесь всеми молитвами, которые вы можете. Пусть Бог благословит вас. Наш эфир подходит к концу. Я хочу в конце помолиться и благословить вас. Во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своему. Помилуй тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Аминь. Я благодарю Господа за каждого из вас. Благодарю Господа за то, что вы участвуете в этом прямом эфире. Поддерживайте. Благодарю Бога за ваши десятинные приношения. Пусть Бог благословит вас обильно. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь Сидержитель да пребудет с вами. Спасибо вам за партнерство. Спасибо вам за участие. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Каждого, кто поддерживает христианское телевидение, Дом Веры. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Дорогие мои, завтра я продолжу отвечать на вопросы. В это же время встречаемся. Держитесь за Господа. И все будет хорошо. Я очень ценю, благодарю. Вопросы, которые вы задаете, мы их перепишем. И я попытаюсь на них сразу же ответить, на те вопросы, на которые не успел ответить. Пусть Бог благословит вас. Сегодня с вами был Максим Максимов. Благодарю Господа за каждого из вас. Книга жизни – это священное писание. В ней записаны наши имена. Пусть Бог благословит вас. Встретимся завтра в это же время. Держитесь за Господа. И помните, вместе мы сила. Дом Веры я вас очень люблю. Благословляю, поддерживаю. И да пребудет с вами Господь. До завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!